Здрасте! Всем, друзья, привет, Оленьки! Мы продолжаем играть на Отрадной Долине и стартуем, по сути дела, второй сезон. Хотя, как бы, это девятая серия. И этот весь сезон будет посвящен в первую очередь строительству мостов. Вот когда мы начнем строительство мостов, именно начнем, потому что это очень долгий процесс, ресурсов будет постоянно не хватать, тогда и будем считать, что этот сезон завершен. Сколько серий в нем будет, я, честно говоря, без понятия, но смысл в общем понятен. Для тех, кто не смотрел первые серии, давайте быстренько пробежимся по тому, что у нас есть. А есть у нас много полей, на которых сейчас созрел кофе почти на всех. На 38-м поле и 36-м, 37-м еще не созрел, он позже там засеивался. Так что территории у нас очень много. Плюс у нас, по сути дела, есть вся необходимая техника для работы на этих самых полях. Причем, ну, хорошая техника. Также из предприятий мы уже построили производитель семян удобрений. Вот они стоят. Тут вода закончилась. Какая жалость. А также топливный завод. То есть мы обеспечены семенами, удобрениями и топливом. Так что на полях работать мы можем. И как бы с этого-то и надо начать. Но! В конце прошлой серии, друзья, я спросил у вас по поводу того, чтобы заменить технику на повместительнее. И, в общем-то, получив положительный ответ, я себе наклепал пару модиков таких. И весь косяк в том, что нам, по сути дела, немножко не хватает на все это денег. Но начнем с комбайна, друзья, и грузовика. А именно, отправляем вот этого грузовика на магазин. Нам нужно продать прицеп, который здесь стоит. Поменяем его. И поменяем, друзья, мой комбайн. С одной стороны, конечно, правда, поменяем шило на мыло. Все, товарищ, давай едь туда. Четыре минуты, правда, ехать будет. Но ничего страшного. И вроде как, знаете, я говорил, что все, со следующей серии мы перестаем делать упор на поля. Но сегодняшняя серия будет посвящена полям. Как бы это странно ни звучало. А именно, друзья, в планах у меня объединить поля. Значит, между сорок четвертым и сороковым, сороковым, тридцать девятым и тридцать восьмым, в общем-то, там везде идет вот такая вот дорожка. То есть поля можно без проблем объединить в одно большое. Тридsixтое, тридцать седьмое, тридцать с шестое, тридцать седьмое, да, тридцать пятое. Там, в принципе, примерно та же самая история. Поэтому эти поля мы тоже объединим. Сорок пятое поле, вот здесь. Оно, как видите, разделяется такой более широкой дорогой и далее если мы будем расширяться в другую сторону, например вот сюда то здесь вот эти поля объединив все, получится не очень красивая картина, потому что мешает этот пруд, пруд мы обратно себе выкупим, он нам нужен будет, поэтому 45 поле останется в таком виде, в котором оно есть сейчас, но я честно говоря уже подумываю о том, чтобы пустить эту территорию под застройку то есть поле отсюда снести и ставить здесь какие-либо сады склады, не знаю компостные ямы и так далее и как раз будет рядом с базой территория здесь поле просто, оно вроде как большое, но в тех масштабах, в которых мы с вами предполагаем работать, это получается маленькое поле и оно того не стоит, так что я думаю с этим все понятно а если мы надумаем расширяться рано или поздно конечно это скорее всего случится, то около базы есть еще вот с этой стороны прекрасные поля 17, 18, 19 их можно вот объединить, можно к ним и 16 потом подключить будет, плюс довольно таки большое поле 13, в теории можно и его объединить с этими всеми, но вот эта дорожка, она скажем так нужна, чтобы она здесь была, поэтому этим я заниматься не хочу, ну и 11 поле есть еще тоже довольно таки большое, но к тому времени как мы все это сделаем, скорее всего уже как нам понадобится вот это вот расширение, скорее всего у нас уже будут готовы мосты поэтому друзья будем претендовать на поля на острове здесь нас конечно же интересует 80 поле, потому что оно охренеть какое здоровое, брать что-либо меньше я особо смысла не вижу охренеть, кто-то закоребется убирать здесь хлопок и возить его потом ну в общем-то сами видите, есть такое безграничное большое поле, если открыть карту, то есть тут еще и побольше 64 поле, в общем-то может быть когда-нибудь что-нибудь мы сделаем с этим в общем-то наверное все понятно переходим друзья в магазин первое что нам надо сделать это нам нужно продать вот этот вот прицеп может быть имело смысл конечно его помыть перед продажей, но да ладно сейчас потратим все деньги что у нас есть в конце прошлой серии было 3 миллиона или даже больше и все их нет прицеп мы продаем 39 тысяч мы за него получаем это неплохо и вместо него берем вот такой вот емкостью 520 кубов можно его кстати покрасить в красный цвет вот что будет хорошо смотреться вот эти полосочки не знаю нужны или нет не нужны покупаем его за 48 тысяч не так уж и много мы в общем-то проиграли по деньгам, зато теперь у нас есть большой вместительный прицеп подцепляем его да конечно чистый прицеп и грязный ман не очень сильно сочетаются по цвету, но ничего страшного также друзья нам еще надо парковку сразу же ему прописать самому прицепу на всякий случай чтобы было все, готово и можешь кстати туда ехать и парковаться хотя работать скоро поедешь а также друзья нам нужно и комбайн поменять для этого мы продадим сначала тот который у нас есть отцепляем жатку, жатку мы оставим жатка хорошая, никакого смысла ее продавать нету и комбайн продаем а через меню он стоит 285 тысяч я смотрел, а если продавать его так 257, я что-то попутал, я что-то попутал 214 тысяч, но ничего, значит продаем за 257 тоже неплохо техника продана, у нас есть 555 тысяч и сейчас мы их потратим на комбайн как ни странно берем такой же лексион абсолютно такой же, единственная но емкость у него 210 кубов был 21, стало 210 можно кстати взять более маленькую версию на 20 тысяч дешевле, на 180 кубов разницы особо в принципе нету пускай будет 210, или пускай будут 280, 20 тысяч в принципе, хотя сейчас они нам уже не сильно-то и нужны кстати комбайн можно покрасить но я не буду, знаете ли пускай класс остается классом можно было дизайн выбрать какой-то но ладно, тоже хрен с ним вот он наш комбайн в принципе точно такой же, как и был хотя есть у меня подозрение, что труба у ТОВа все-таки была такая цельная а здесь складная, как у кейса, например подцепляем жатку во, отлично и знаете, что надо сделать? надо точно так же назначить парковочное место самому комбайну что мы в общем-то и делаем то же самое парковочное место, что и было ну и друзья, поехали работать на поле тогда по-хорошему, друзья, конечно, нужно будет купить еще один комбайн такой же потому что на наши поля одного будет маловато меня интересует именно ускоренная уборка посевы, культивации, это все такое это можно делать и не спеша что у него с тормозами как-то все плохо не знаю почему, или это мне кажется, но как-то он медленно останавливается ладно, раскрываем комбайн, друзья, запускаем его в работу и он правда очень плохо останавливается не знаю, кажется мне это или нет, может быть я что-то путаю но плохо останавливается, плохо значит, что мы делаем? во-первых, конечно же, выгрузку соломы мы отключаем на всякий случай заранее ну и здесь поднимать с опозданием опускать заблаговременно, чтоб меньше пропусков было тут все стандартно генерируем ему маршрут на 44 поле и отправляем его работать и надо будет ему сделать всего лишь два прохода пока комбайн, друзья, едет мы еще отправим вот этого товарища пойти косить траву на лужайку со стартовой точки курсплей там даже курсплей не трогается он ее косит, потом возвращается сюда становится на зарядку примерно вот так это все работает тем временем одну проходку комбайн уже сделал знаете, я смотрю, довольно широкая проходка поэтому, наверное, одной нам и хватит вполне так что снимаем его с маршрута сразу же и, друзья, идем на соседнее поле сделать ту же самую проходочку черт, у него реально проблемы с тормозами непривычно давай, друг, здесь тоже делай одну проходку вот плохо ты начал, очень плохо ты начал, друг мой не хочет по-хорошему ладно, сами, значит, сделаем все, друг, погнал а мы знаете, что сделаем? знаете, нам нужно взять какой-нибудь трактор в принципе, можно взять вот этот вот отсеялки пойдет и к этому самому трактору, друзья мы цепляем плуг который у нас есть еще с самого старта карьеры который мы ни разу не пользовались потому что, ну а зачем? ну и сейчас, друзья, наша задача красиво и ровно объединить поле без GPS, конечно, это будет сделать сложновато но я очень попытаюсь будем, друзья, считать, что это ровно на самом деле, когда здесь будет растение заметно вообще ничего не будет вот, сейчас сделаем вот эту вот всю полосочку пошире и потом пойдем развлекаться в другое место музыка 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 ну вроде бы готова и вроде бы даже почти ровно пойдет погнали друзья к нашему комбайну он уже поехал в обратную сторону моего друзья с маршрут это снимаем начинаем мы далеко не с этого едем мы друзья между другими полями то же самое сейчас сделаем опять-таки генерируем ему еще один маршрут и отправляем сделать одну проходочку здесь а пока он это делает мы друзья берем наш трактор и пытаемся еще раз в общем-то объединить поле с другой стороны там вот она правда со скосом идет с одной стороны так будет немножко даже проще с другой стороны а может быть и нет но как-то так вот получилось я думаю что вполне себе ровно пришлось немножко конечно испортить урожай но ничего страшного так друзья погнали с комбайном разберемся вроде как там тоже уже доехал доехал умничка и мы его тогда здесь прерываем маршрут мы его снимаем и друзья ставим его уже поле номер 39 и точно также генерируем здесь маршрут комбайн уже почти набился 34 проходки сделал даже наш вот этот супер комбайн уже почти набился отправляем его работать всем погнал умничка а мы друзья возвращаемся 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 мы друзья к ману надо чего тоже отправить работать ты у нас работаешь с комбайном который работает на поле номер 39 да да в общем то давай едь работой хотя с топливом есть некоторые сложности но я надеюсь тебе должно хватить а теперь мы возвращаемся к нашему вот этому вот товарищу который у нас объединяет поля где лук вон стоит сейчас друзья надо создать маршрут курсплея поэтому обезжаем вокруг вот этой вот дорожки не поля где ему соответственно надо будет пахать и обозначаем ему поле для работы вот такой вот маршрут получился и теперь генерируем маршрут для работы на поле бздынь сгенерировали в общем то вот он по этому маршруту сейчас туда-сюда обратно будет ездить и объединять поля единственное предварительно что я хотел бы сделать ввиду того что у нас тут кривоватенько получилось точнее не то чтобы кривоватенько видите где он закончится он вот эту вот пупуську маленькую он здесь не будет не доделает и чтоб не было в общем то с этим проблем я ее лучше сам потому что я потом забуду и будет какая-то проплешина я проплешина не люблю во и будет вообще нормалды отлично же правда но теперь мы отправляем его работать со стартовой точки и он у нас здесь все красиво объединит и перепашет а мы друзья вернемся к комбайну и переставим его в другое место он уже вообще почти набился кстати избегать движения по посевам хотя пускай будет да сейчас это не сильно принципиально будет останется часть фэншуя что ли если можно конечно так выразиться 89 процентов и что-то не поехал его разгружать непонятно включаем комбайн и отставить это не стартовая точка вообще кстати знаете что давайте сделаем давайте начнем с 38 поля а потом поставим 39 и он уже там будет работать до конца поля я думаю ты сможешь его найти несмотря на то что он работает немножко на соседнем поле я имею думан сможет его найти давай друг погнал ну и в общем то работа пошла 38 поле друзья у нас созрела не до конца ведь здесь есть грань такая поэтому она будет убираться в любом случае попозже но начать вот этот вот кусочек надо потому что поля мы хотим объединить оплук здесь целый час будет кататься ну ничего страшного я никуда не тороплюсь это такая разовая работа ее надо сделать качественно кстати у нас же закончилась вода на нашем производстве удобрений и ила совсем мало осталось 59 кубов давайте отправим нашу водовозку пускай ездит и возит туда воду ездит пускай долго воды туда надо много раз уж все работают косилка тоже работает косилка же работает да кстати травы здесь уже много наверное друзья в следующий раз мы ее соберем это уже то ли четвертый то ли пятый покос ему уже даже прям тяжело ехать здесь так чел нуждается в разгрузке а ман к нему а все ман к нему поехал а то знаете мало ли что модовая техника может и плохо с этим работать тем более когда ты сам там ковырялся что-то всякое может быть он же еще и разгружаться сейчас будет долго правильно я ему емкость бункера прописал а скорость выгрузки я ему не прописывал и как-то но не собирался что-то он как-то вообще мимо трубы едет а не нормально и что это было и ребята вы чё выезжает из пассивов так вдруг это плохая идея ладно давайте сами прокатимся сейчас в общем то на этом мы пока что закончим а сейчас друзья переставим комбайн на соседнее поле и там уже будет прям уборка уборка снимаем его с маршрутом и генерируем ему маршрут опять на тридцать девятом поле но его он уже поедет до конца тут он уже прям все уберет я надеюсь что все будет работать хотя если честно меня немножко напрягает его проблема с тормозами в общем ты давай работай но аман вроде как должен будет тоже нормально работать надеюсь посмотрим тут как раз и много убираться будет время все это дело оценить так что друзья за кадром я до убираю эти поля засею их чем-нибудь это будет точно не кофе не конопля будем засеивать какие-нибудь культуры которые растут трохи побыстрее сейчас тут и так большой урожай кофе будет поэтому деньги мы какие-то получим так что в следующий раз у нас уже будут объединены вот эти вот поля убран весь урожай и мы пойдем тратить деньги собственно точнее пойдем зарабатывать деньги и соответственно их тратить что-нибудь в общем то будем делать серия конечно может получилось коротенькой но ничего страшного большую работу на самом деле сделали этом друзья у меня все подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны лайкусики тоже не забывайте ставить чем больше лайков тем лучше и комментарии пишите спонсорам огромное спасибо за поддержку кто хочет смотреть все ролики заранее добро пожаловать на бусте ссылочка есть в описании ну и в общем то на этом все всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем пока кем